Физический случай это когда альфа-ж равно единице. Это гравитационное притяжение, либо кулоновское притяжение. Остальные потенциалы тоже, наверное, появляются в физике, но не так часто. Задача стоит в том, как реагировать только на топологию поверхности N и структурой особенности потенциальной энергии V что-то сказать о интегрированности или условной динамике в нашу систему. Следующий вопрос. Вот классический пример, от которого, собственно, все это пошло, это взрываемая задача Nc. Ну, гравитационное пространство это плоскость. Потенциальная энергия, вот там написано, единица на расстоянии до точек объективной метрики в какой-то степени. Может быть добавлена еще гладкая функция U, может быть не добавлена. Когда имеется классический случай альфа-ж равно единицы и нет добавочного потенциала, это классическая задача двух центов, которая проинтегрирована давно, в XIX веке. Но оказывается, что когда, опять же, в классическом случае альфа-ж равно единицы, если имеется больше, чем 2 центов, то обязательно будет фактическая динамика на каких-то уровнях и альфе. И это совершенно не зависит от того, какой там потенциал добавлен, какую интегрирование в себе не может. Ну вот задача, как это старая моя работа, и в гардерее этим занималась. А вот в данном докладе я собираюсь рассказать про случай, когда эти самые степени альфа происходят. Кроме случая альфа-ж равно единицы, это рефляционное протяжение. Есть еще один простой случай, это когда степени больше двойки. Когда уже, если имеется два центра, то, независимо ни от чего, обязательно будет сложная динамика в системе. Какой интегрирование в себе не может. Это, не знаю, забудьте, а кто это первый доказал, но это классика. Фактически он кара уже знал. Следующий вопрос. Итак, вот теперь классификация особенностей. Это важный слайд, потому что термология, которая здесь написана, будет все время дальше использоваться. Значит, степень альфа, как я говорил, самая важная. Это альфа-ж равно единицы, я это называю ньютонов. Ньютоновыми особенностями. Особенности, как в картинационном поле. Если степень меньше, я это называю слабыми особенностями. Если альфа больше двух, это сильные особенности. Это простой случай, поскольку, как показал еще Конкаре, в этом случае очень легко использовать фарриционные методы для построения разных аппериодических, хаотических и так далее траекторов. Значит, собственно, меня интересуют серые случаи, когда альфа между единицей и двойкой. Вот на второй строчке. Это я называю умеренными особенностями, но еще будут являться слабые особенности, когда альфа между единицей. Итак, есть два пограничных случая. Очень два ньютоновых особенностей. И случай альфа-ж равно двойки я называю особенностью ЕГО. Потому что еще ЕГО в 19 веке обнаружил, что этот случай очень специальный во многих смыслах. И он отделяет сильные особенности от умения. Следующий вопрос. Так вот, первая теорема. Как было сказано в названии, задача состоит, чтобы разобраться, как топология влияет на интегрируемость и хаотическое поведение нашей герметоновой системы. Ну, конечно, что такое интегрируемость надо определять. И такого общепризма определения, наверное, нет. Вот это теорема, которую легко доказать. И здесь принято вот такое определение интегрируемости. Значит, система называется интегрируемость на уровне энергии. Надо зафиксировать в уровне энергии. Если имеется первый интеграл, который гладкий по координатам и поленом под импульс. То есть не предвольная функция от импульса, а поленом. Ну, эта термология введена Валерия Васильевича Козловым довольно давно. Это надо называть условными интегралами победов. Почему условными? Потому что очень есть примеры, когда система интегрируема на одном уровне энергии, а на других не интегрируема. Ну, либо наоборот. Но много таких примеров. Вообще-то в габинтоновых системах автономных всегда есть интеграл энергии. И когда мы рассматриваем динамику, правильнее сказать, вот мы взяли вот данный уровень энергии и отвечаем динамику на нем. Потому что на других уровнях может быть совершенно другая динамия. Так вот, это вот первая простая теорема, которую я сейчас докажу. Возьмем число S, которое просто сумма степеней, особенностей вот этого потенциалка. Если это... Да, и для простоты возьмем в качестве сотопространства замкнутую поверхность. Сферу, ТОР, ну что-нибудь такое. Если это число S, сумма особенностей, больше в коеме Эйлеровых характеристики нашего областного положения, то никаких нитериальных интегралов, которые мы здесь рассматриваем, на уровне энергии больше, максимум потенциал энергии. Так, нет, еще секунду, подождите. Конечно, если значение энергии H меньше в общем потенциале энергии, на таких уровнях система прекрасно может быть интегрирован. Придатка тоже. Ну, погодичный случай, когда имеется равенство, когда сумма степени осознанности равна интегрированной теористике, когда вообще-то система может быть интегрирована. Но при этом условии либо магнитных сил не должно быть, либо, по крайней мере, наша магнитная парформа должна быть точна. То есть интегралка поверхности тоже не сравнена. Ну, классический случай, когда у нас нитлоновые особенности и теницное расстояние, число s равно n, и тогда это второе царевое царема, а это вот, мы доказывали, смотря в России еще два года назад. Следующее. Ну, как-то доказывается. Ну, доказательство на самом деле очень-очень легкое. Ну, во-первых, возьмем на нашей поверхности комфортные координаты, так что метрика, ну, значит, гамминглениан имеет комфортный вид. Значит, z – это комфортная координата, импульс – тоже комплексное число. Гамминглениан имеет, как там написано, уровень энергии h1 константе, вот это, в третьей строчке написано. То есть произведение импульса на комплекте сокрыженное, здесь заданная функция от координаты z. Когда, если мы возьмем первый интеграл f, он полином по импульсу, и ограничен на этот уровень энергии, то все члены с произведениями импульса на комплекте сопрыженные исчезут. И останется, ну, полином этой комплекте, это одно единственное переменное pz-комплекте, ну, есть сопрыженные числа. И оказывается, что если этот полином будет первым интегралом, условно, на нашем уровне энергии, то старший коэффициент будет голоморф не полностью. Фактически это наблюдение еще биргов и фендерджи, а некоторые говорят даже торговые. Следующее вопрос. Это все локально, потому что мы выбрали локальные комфортные координаты на поверхности. Ну, вот если ввести вот такое тендерное поле, умножить этот коэффициент, то есть ставший коэффициент, который отыграли на природные позиции пинька, то это оказывается глобально определенное голоморфное тендерное поле на нашей поверхности. Конечно, за вычетом особенностей. Там для особенностей у нас вообще ничего не поделит. Ну, и не трудно доказать, сожалению, у меня на это время уже не будет, что из того, что на шпильном F является первым интегралом, натикает, что это поле имеет в качестве особенностей 0, степени не меньше, чем там написано. Ну, а дальше есть такая очень простая, ну, очень полезная формула, формула Риммана Роха называется, которая сравнивает сумму степеней нулей и особых точек голоморфного поля на поверхности с целью, характеристикой этой поверхности. Ну, поскольку у нас особых точек нет, есть только нули, и получается неравенство. И вот оно сразу дает на неравенство, которое мы хотели доказывать. Теремоказ. Следующее. Так, ну, это все касалось неинтегрированности. Причем такого биркафа. В смысле биркафа. Отсутствие первых интегралов, непостоянных, являющихся преномами по импульсам. Вообще-то, наверное, отрицанием интегрированности является наличие хаотических территорий. Вот теперь, как доказать наличие хаотических территорий? В предыдущей теории существование хаотических территорий не следует. На самом деле можно, ну, немного экзотически, но найти коды примера. То есть в предыдущей теории бирковских интегралов нет, а хаоса может и не быть. Ну, вот теперь я хочу доказать положительность как дополнительной терапии. Ну, это такое, наверное, самое слабое, слабое понятие по хаосе. Конечно, ни о какой метрической терапии здесь и речи быть не может. Это слишком трудно замечать. Давайте введем вместо числа С сумма степени особенностей, другое число А, которое назначается. Оно чуть-чуть поменьше, чем сумма степени особенностей, и иногда совпадает с ней. То есть вот взяли вот числа Аката, зависящие от натурального числа Аката. Вот А2 равно 1, А3 равно 4 третьим и так далее. Когда А стремится к бесконечности, эти числа Акаты приближаются к борщу. И введем числа Нката, это число особенностей, у которых степень Альфа Ж, это степень особенностей, попадает в интервал между соседними числами Аката. И потом введем вот эту взвешенную сумму А в третьей строчке. Это, грубо говоря, сумма степени особенностей, но вместо Альфа мы берем это самое число Аката. Иногда это число А совпадает с числом С. Это в случае, если все особенности регуляризуют. Давно известно, что гетоновые особенности, вот, гарантиционные особенности, можно регуляризовать. Это показало еще Левич и Витов в начале XX века. Оказывается, что не только гетоновые особенности можно регуляризовать. Можно регуляризовать особенности, у которых степень совпадает с одним из этих числом Аката. Это показало, ну, точнее говоря, я знаю работу на Аллаху 82-го года. Может быть, кто-то из классиков XIX веке тоже сделал, но я не в курсе. Значит, если все особенности регуляризуют, это число А совпадает с числом С, который фигурировал в предыдущей церкви. Если все особенности слов, слабые – это число А равно другу. Если гетоновые число равно другу. Если сильные – это число равно другу. Файл, извините, по-английски очень. Ну и вот теорема. Она очень похожа на предыдущую. Только вместо суммы сепенеособленности С фигурировали в число А и утверждаются половицы метапологические границы. Здесь предполагается, что наше многообразие замкнутое, без границ. Следующий вопрос. Пример. Ну, какие самые простые многообразия? Ну, наверное, самый простой замкнутое многообразие – это то, у него L-теористика равна нулю. Так что, если есть хоть одна особенность, которая не является слабой, слабая – это значит, что степень меньше единицы, то обязательно положите метапологическую энтропию. К сожалению, когда имеется только одна слабая особенность, ответа у нас нет. Я думаю, что тоже будет положительная метапологическая энтропия, но доказать ему это не нужно. Ну, пословнее в случае сфера. Сфера F-теористика, как известно, равна отбойке. Итак, когда же применима предыдущая цель? Если степень особенности больше единицы – это ньютоновская особенность или больше, то нужно пять особых точек, чтобы добиться хаотического победителя. Если степень не больше четырех треть – достаточно четырех. Если степень не больше трех вторых – достаточно трех. Ну, еще вот последний случай для экзотики я написал, когда три особенности, допустим, ньютоновские и одна степень – четыре треть – то тоже серебро. Ну, это, конечно, наверняка не оптимальный результат, но я хочу сказать, что когда имеется четыре ньютоновские особенности, то система может быть интегрирована на сфере. Есть примеры? Следующее, пожалуйста. Так, ну, это случай компактного многобрата. Конечно, мы знаем, что небесная механика происходит в эфлидовом пространстве, но в нашем случае 2-метра назначены эфлидовые плоскости, которые вообще-то не компактны. Что происходит в некомпактном случае? Ну, в принципе, то же самое, но надо всегда заботиться о том, что происходит на бесконечности. Вот здесь я рассматриваю очень простой случай, когда мы можем про бесконечности вообще забыть. Допустим, у нас есть компактная область D в нашем некомпактном многообразии, которая содержит все особые точки. Ну, здесь что-то говорится про магнитное поле. Давайте времени мало остается, давайте я все буду игнорировать. Ну, скажу только, что в этой области наша магнитная форма всегда точна, то есть является дифференциалом один форм. Вот этот один форм раздается вектор одноколем W. Их хорошо известно, что когда мы фиксируем значение энергии, наши траектории с энергией H будут театрическими линиями некой методикой, которую называют обычной методикой Яков и Готт. Она вообще-то не Рима, она Финцера. Более того, она вообще-то не положительно определена в общем случае, если есть магнитная форма. Давайте считать, что значение энергии выбрано настолько большое, что эта метрика положительно определена в этой области. Вот H, значение энергии должно быть больше, чем максимум по какой-то форме. Тогда эта метрика будет положительно определена в нашей области. И я еще хочу, чтобы граница этой области была геодезически выпукла по отношению к этой метрии. Выполняется какое-то неравенство, которое вот здесь написано. Здесь фигурирует внешний нормаль нашей области, обычная призна по отношению к кинетической энергии. Ну и фигурирует функция У, которая показывает, насколько велико наша магнитная форма. Ну не важно, какое-то условие выпуклости на границе должно быть. Технических, несколько технических условий. Следующий вопрос. Тогда вот имеет теорема, наверное, основная теорема доклада. Пусть имеется у нас компактная область, содержащая все особенности. Допустим, что граница геодезически выпукла, в смысле вот неравенства, которое было написано в конце предыдущего слайда. Если выполняется вот это условие, которое уже фигурировало в предыдущем теореме, то у нас будет компактная область располагательной патологической терапии, ну и на уровне энергии. Ну еще там написано, тс от геодочки от d минус дельта, имеется в виду, что все эти хаотические траектории не выходят из области d и не сталкиваются с высокими точками. Следующее. Возьмем самый первый пример, который я показывал. Значит, имеется плоскость, на плоскости имеется несколько точек, имеется притяжение частицы к этим точкам со степенью альфа-житая в знаменателе. Как известно, эркотеристика плоскости равна единице удвоенной, эркотеристика равна двойке, так что в этом случае наша теорема дает больше. Ну, если степень особенностей больше единицы, то есть это значит слабых особенностей нет, то достаточно трех сурок хочет, чтобы эта теорема работала. Ну, и достаточно, например, для двух особых точек, если одна литонова, альфа-1 равна единице, а для второй, допустим, четыре. Ну, как я уже говорил, для двух литонных особенностей задача, это интегрировать задачи двух центров, так что там... Следующее. Так, теперь как-то доказывается. У меня осталось опять немного. Доказатель, в принципе, совершенно элементарное, но все-таки несколько слабых требований. Сначала очень классический факт, который известен, наверное, был еще Дикобе и Лаграншоу. Ну, может быть, все аналогии была немножко другая. Возьмем одну из особых точек, ажитое. Если особая точка умеренная или слабая, то есть степень между нулю и половиной, то маленький шарик будет геотезически выпуклой в метрике явно. Ну, в общем, достаточно, очень понятное утверждение, если притяжение очень сильное вблизи особой точки, понятно, как ведут себя траектории, а если слабые, то траектории ведут себя почти как прямые линии. Ну, тогда понятно, что... И для нас это важно только одно. Если у нас есть сильные особые точки, то можно выкинуть из конкуляционного пространства их малые окрестности и получить геотезически выпуклую область, и их характеристика будет больше при каждом выкидывании. Короче говоря, можно забыть про сильные особые точки вообще. Так, следующее. Так, сильных особых точек нет. Остались только слабые, умеренные. Ну, еще здесь не копии особые точки, они критические, и с ними усложнение возникает, поэтому явные доказательства упоминать не было. Допустим. Тогда рассмотрим функцию расстояния, определяемую нашей методикой. GH – это наша методика якобы, вообще говоря, о Финцлерово, но она необратимая методикой. Расстояние необратимое, то есть это не метрическое пространство, но расстояние есть. И имеется следующее очень простое утверждение, на которое я, конечно, не претендую, это кто-то из классиков сделал, наверное, Хомкара, как и почти все в методовой механике, с исключением отдельных полиналовых теоретов. Что любые две точки в нашей области можно соединить с кратчайшей кривой по отношению к этой функции расстояния. К сожалению, эта кратчайшая кривая может проходить через особые точки. Если она не проходит через особые точки, то это траектория нашей системы с энергией А. А вот если проходит, то она не имеет никакого физического смысла, и это создает трудности в дальнейшем доказательстве. Следующий. Так нам надо попытаться доказать, что шариктория, которую мы будем строить, не проходит через особые точки. Есть еще одна левая, которая позже, я думаю, классическая, хотя я ее в литературе не видел, но думаю, что тоже не позже, что я это знал. Возьму маленький шарик с центра в особые точки. И еще поменьше шарик. И возьмем любые две точки на границе большего шарика и соединим их кратчайшим. Тогда эта кратчайшая не может входить в маленький шарик. Я это называю коническим свойством, потому что это означает, что геометрия нашей метрики якобы вблизи особые точки похожа на конус. У конуса кратчайшие соединяющие две точки не пройдет через прошину. Ну и это переводят в это следствие для универсальной метрики. Следующее. И вот предложение, которое является слабой версией основной теории. Допустим, что наши особенности все слабые. Нет гетоновских особенностей, никаких других особенностей. Только слабые особенности со степенью меньше единицы. И, допустим, наша область здесь имеет элиотеристику меньше нуля. Тогда георгический поток на нашей метрики якобы имеет компактное хаотическое множество топологической энтропии положительных. Ну, это элементарная теорема. Совсем, если бы не было особенностей. А поскольку из предыдущих лем исследует, что траектории, которые кратчайшие, не могут проходить через особенности, вот доказательства на этом, собственно, и завершаются. Доказательства записаны. Но поскольку у меня осталась одна минута, я не буду его защищать. Потому что осталось самое главное в последние два слайда. Самое главное. Как следующее, пожалуйста. Теперь я хочу рассмотреть общий случай. И это делается с помощью классической идеи регуляризации Левича Витт. Лучше у нас есть особенность степени альфа. Давайте сделаем комфортный координат. Давайте сделаем замену переменок степени 0. Z – это W в степени β. Где β – какое-то пока неизвестное вещественное число. Вот если мы сделаем такую подстановку методики Jacobi G, то получится новая методика G с волной, которая имеет очень похожую структуру. Но только степень альфа, альфа была степень нашей особенности, заменилась на новую степень альфа с волной, которая внизу написана. Следующее, пожалуйста. Когда наша степень альфа равна одному из чисел Аката, введенных там, выше, и мы возьмем в качестве β соответствующее натуральное число К, то альфа с волной новой степень получается равным нулю. Особенности регулиризации. Это я уже упоминал, это теорема Кнауфа. А для нас важна вот эта лемма. Если альфа попала в интервал между Акатой и Акатой плюс первое, то произвольная особенность заменяется на слабая особенность. Вот эта альфа с волной, новое число, будет между нулём и единицей. Еще минутку еще. Я чуть-чуть позже нашел, на 3 минуты. Минутку еще. Теперь надо все это сделать в целом, глобально. И для простоты, чтобы не загромождать вещи инвардными деталями, давайте считать, что наша область D, помните, что происходит в геодерически выпуклой области на нашем конфликционном пространстве. Это просто область на плоскость. На комплексную плоскость. И опять, для простоты, якобы, особенностей нет, сильных особенностей нет. Есть слабые особенности не важны. Есть умеренные особенности, лимбонные особенности. И мы их разбили на классы. Те классы, которые уже были видены раньше. Давайте построим накрытие. Многолистное, разветвленное накрытие нашей области. Вот это накрытие И, которое определяется вот так. Возьмем ременовую поверхность R, X, определяемую, задаваемую вот несколькими уравнениями. И проекцию этой ременовую поверхность на нашу область. Просто набор Z, W1, WM отображается вот здесь. Это многолистное накрытие. Вот такое число слоев. Следующее. И это накрытие, оно разветвлено на каждой из особых точек. И, оказывается, вблизи каждой из этих особых точек это накрытие выглядит как регуляризация лимичевита, которая вот два слайда назад была определена. То есть после того, как мы перейдем на это накрытие, у нас все особые точки заменятся на слабые особые точки. А для слабых особых точек теорема уже доказана.